Уральский наркологический диспансер В наркодиспансере сообщили, что пока действует прежний закон, согласно которому к зависимым применяется принудительное лечение. Как альтернатива должны быть каждые виды лечения, как добровольные, так и принудительные. Принудительные в каком случае? Когда человек категорически отказывается пройти добровольный курс лечения, когда не считает себя страдающим, зависимым, когда возникают проблемные вопросы в его социальной жизни, когда он создает большие проблемы родственникам, семье, окружающим, тогда уже действительно встает вопрос о том, чтобы его оформить на принудительные лечения. Это должно уже исходить от самих родственников. Ежесуточно в наркодиспансер попадают до 45 человек. В особенности эта цифра увеличивается в выходные и праздничные дни. Здесь люди находятся не больше суток, а уже потом при необходимости их направляют на амбулаторное клиническое лечение, либо на длительное лечение в областной диспансер. Каждые сутки к нам поступает от 35 до 45 человек. У прибывших разная степень алкогольного или наркотического опьянения, поэтому в некоторых случаях для снятия интоксикации приходится колоть необходимые препараты. Стоит отметить, что в области увеличивается количество выявленных лиц, употребляющих различные виды наркотиков. Так, в прошлом году сотрудниками правоохранительных органов было выявлено 212 нарколюбителей. Нашими специалистами, областным наркологическим диспансерам активизирована работа по выявлению лиц, замеченных в эпизоде употребления психоактивных веществ, то есть наркотиков каких-либо, марихуана, ромадола, опиатов и так далее, для того, чтобы на ранних этапах купировать развитие зависимости, для того, чтобы именно эпизоды или баловство не перешло конкретно в болезнь. Стоит отметить, что не уменьшается количество алко- и наркозависимых женщин. Сейчас на учете наркологического диспансера стоит около тысячи женщин, что составляет порядка 10% от общего количества зависимых. Марина Горбук, Дорин Досимбиев, Александр Грабарев, ТДК-42.